МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Из-за того, что я долго болею, пока еще не выздоровел, да и были технические неполадки с компьютером, поэтому все эти две недели я не выходил на связь. Ничего не произошло, в этом отношении все нормально, выпуски как были, так и будут. И сегодня я предоставлю вашему вниманию выпуск, который был записан приблизительно две недели назад. Поэтому не удивляйтесь, если выпуск будет не по той теме, которую вы ожидали на сегодняшний день. О том, что происходит в Армении сегодня, я имею в виду на границах Армении, буквально на днях я снова с вами свяжусь и попробую рассказать. А вот то, что я записал две недели назад, прямо здесь и сейчас еще раз я извиняюсь за задержку с выпусками. Спасибо тем немногим, кто распространяет выпуски, не чураются от донатов. Реквизиты Патреона и Сбербанка аккурат под этим самым выпуском. Теперь по делу. Знаете, изначально я хотел назвать этот выпуск Ганди и Гандоны. Ничего тут страшного нет. В конце концов, это фамилия создателя этого самого контрацептива, ну и фамилия всех тех, кого обычно так называют. Но я не стал так называть выпуск, потому что речь все-таки пойдет и о дипломатии. И с точки зрения дипломатии было бы неправильно. Говорить о таком. Поэтому начнем. Я часто задумываюсь, что нам порой и врагов не нужно. Мы сами врага создадим. Дайте только тему для этого. А враг найдется. Я не знаю, с чем это связано, но мы отвыкли думать. Мы отвыкли читать хорошие книги. Мы отвыкли быть дальновидными. И главное, мы отвыкли быть дипломатами. А ведь были времена, когда дипломат был чуть ли не синонимом армянина на Востоке. И если уступало какой-то профессии, то только творчеству. Если вы заглянете в различные словари и справочники, то узнаете, что представители мирового армянства даже были законодателями дипломатии. Каждый второй дипломат Османской империи в Европе был армянином. Можете заглянуть в историю османской дипломатии и убедитесь в этом. Первыми дипломатами Эфиопии были армяне. Одни из первых министров иностранных дел Египта были армяне. В британской Мьянме армяне дипломаты. В числе первых советских послов были также армяне дипломаты. Даже в сложных регионах, где дипломаты имеют особый статус, и там были армяне дипломаты. Например, исторически так сложилось, что послами Соединенных Штатов Америки в Израиле обычно назначаются граждане США еврейского происхождения. Исключение было лишь однажды, когда американский дипкорпус в Израиле возглавил армянин Эдуард Джериджан, чрезвычайный полномочный посол США в Израиле. Я уж не говорю, что послами Палестины всегда были сами палестинцы. Но и тут снова исключение. Палестину в Великобритании представлял армянин Мануэл Гассисян. А как вам американо-мексиканские вечно напряженные связи? Не каждому доверят те и другие представлять свои государства соседнему. В самые громкие периоды именно армяне представляли Мексику в США и США в Мексике. Сначала это произошло в 1861 году, когда президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн назначил армянина Томаса Корвина своим министром в Мексике. А так как Корвин был противником американо-мексиканской войны, то получил уважение местного мексиканского населения и, несмотря на войну, построил хорошие отношения с соседней страной. Тоже можно сказать и о другом армянине, после Мексики в США Артуро Сарухани, который пробыл на посту мексиканского посла в США с 2006 по 2013 год и уладивший спорные моменты в непростой истории мексиканно-американских отношений. Но что с нами произошло сегодня? Почему мы вместо того, чтобы обзаводиться друзьями и союзниками, вместо этого ищем себе новых врагов там, где их нет? Возьму простой пример. Недавно в Ереване осквернили памятник индийскому национальному лидеру Махатми Ганди. Памятник был поставлен на средства посольства Республики Индия в Армении год назад. И тут, откуда ни возьмись, появился армянский бись. Из соседнего государства пустили утку, что Ганди, дескать, поддерживал Ататюрка в геноциде армян. Армянские Кярту, не вдаваясь в подробности, пошли осквернять памятник. Выдрали таблицу и, что называется, отомстили каменному Ганди. Причем депрессивно-доблестная армянская журналистика почти неделю молчала о происшедшем. Зато активно проявили себя азербайджанские журналисты, написавшие об этом и судорожно подкинувшие коллегам в Индии. Вы понимаете, страна в таком положении, что у них даже находится время воевать не с Азербайджаном, не следить за тем, что происходит сейчас на границе с этой страной, но сидеть в Ереване и ходить воевать с памятниками. Вы-то сами уже в азербайджанцев превратились. Почему я вас и назвал по фамилии того самого английского изобретателя. Азербайджанцев чурягом не корми и дай только настучать. И вот, не дожидаясь от армянской стороны оправданий, ведущие индийские СМИ написали о кощунстве над памятником Ганди в Армении. Это были Индустан Таймс, The Indian Express и The Statesman. Напомню, это ведущие индийские издания. А еще напомню, что Азербайджан в тесном сотрудничестве с Пакистаном, главным врагом Индии и врагом Армении, кстати. Нам бы наоборот усилить армяно-индийские связи, а мы их лишаем. Мои индийские друзья, когда узнали, что в Арцахе задействованы пакистанцы, так и рвались сами в Арцах. И уверен, бы приехали, если бы не закрытые границы из-за коронавируса. Я был постоянно с ними на связи. Теперь по существу. Я профессиональный индолог. Говорю на хинди. Более того, много лет назад стал лауреатом конкурса «Лучший знаток Индии в Российской Федерации», организованный посольством Республики Индия в России. Вот этот самый диплом. Могу показать. Вот он. Это от посольства Республики Индии в Российской Федерации. Думаю, уж к моему мнению и многим словам стоит прислушаться к тому, о чем я сейчас скажу. Махатма Ганди нисколько не оправдывал Турцию в геноциде армян. Такое мог сказать только идиот. Ганди не только ничего подобного не говорил, но и сама его философия полный антоним к убийству и насилию. В целом, настоящее имя Махатмы Ганди – Мохандас Карамчанд Ганди. А Махатма его назвал Робиндранат Тагор. В переводе Махатма означает «великая душа». Образ жизни, как и философия Ганди, были вегетарианскими. Он боролся против насилия, он боролся против войн. Он даже муху не убивал и видел в насекомых особую миссию в творчестве Бога. Многие гении порой сравнивали Ганди то с Христом, то с какими-то там святыми. Тот же Тагор, осудивший геноцид армян, сравнил Ганди с Буддой. А Эйнштейн сказал «будущее поколение, возможно, и не поверят, что такой человек во плоти и крови ходил по земле». Ганди был индуистом, но одинаково относился уважительно ко всем религиям. Он и был, кстати говоря, убит за это фанатиком индусам, когда видел свою часть индуистского и мусульманского миров, призывая индусов и мусульман примириться, не враждовать. Ганди был против становления государства Пакистан на земле индийской. Понимаете? Против того государства, который сейчас не признает Армению и был замечен в Арцахе в этой последней войне 2020. Только заодно это он наш союзник. Что касается Ататюрка, то Ганди старался искать и находить общие точки соприкосновения со всеми лидерами ради того, чтобы переубедить их сеять на земле зло. Иначе говоря, Ганди даже дважды писал письма Гитлеру, обращаясь к нему со словами «дорогой друг Гитлер». Ганди искренне полагал, что любовью и уважением можно одолеть зло. Но вы прочтите письма Ганди Гитлеру, что он ему пишет. Это все равно, что если бы Израиль или Россия рушили памятники Ганди только из-за строчки «дорогой друг Гитлер». Но не вдавались бы в смысл этих слов и, главное, в содержание письма. Так и Ататюрку он писал с уважением. Также не хотел раскалывания Османской империи, как и Индии. Я напомню, что, уходя, англичане раскололи Индию на несколько государств, на Пакистан, на Пакистан Восточный, ныне Бангладеш, на Мьянму, Бутан и Секим, который позже вернулся в Индийское лоно. В письме к христианскому миссионеру Эндри Ганди признался, что Османская империя должна быть восстановлена с учетом самоопределения арабов и армян. Также сказал, что он ничего не знает об Армении и что он бы не хотел, чтобы Армения прекратила существование. По словам Ганди, армяне имеют полное право иметь автономию как внутри империи, так и вне ее. Вот что с вами делает банальная неграмотность. Вы превращаетесь в соседей, у которых во главе угла не интеллект, а товарно-денежные отношения. Или рушить памятники, что сейчас происходит по всему Арцаху. Когда могильными плитами умерших армян строятся дороги, превращают церкви в черт знает во что, хачкары ломают. Вы хотите стать такими? Слава богу, что у вас среди армян мизерное количество. Поверьте, врага можно вылепить из чего угодно, а вот обрести верных и надежных друзей это дорогого стоит. Здесь нужны усилия. Индия тянется к Армении. Почему же мы столь нехотя протягиваем эту руку? Чтобы вы понимали, Ганди для Индии, это как Ленин для СССР, как Ататюр для Турции, как Гейдар для Азербайджана, как Боливар для Латинской Америки или Фидель для Кубы. С той лишь разницей, что в Индии с этим без фанатизма. Его просто почитают как великого индийца, отца современной Индии. Поэтому, оскверняя памятник, мы оскверняем армяно-индийские отношения, идущие из глубины веков. Я надеюсь, памятник будет восстановлен в самое ближайшее время. Ну, а если это кому-то не нравится, то чемодан-вокзал Баку. Таких, как вы, там, осквернители памятников и могил очень любят и уважают. Заодно пополните демографию Азербайджана в качестве 30 тысяч плюс 1 армянин. Или 2, или 3, сколько вас там любителей громить памятники. Пусть гордятся прибавлениями. А нашему народу вы, упыри, не нужны.